Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками, со скульпторами, их работами и биографией. Луиза Игнасия Рольдан, известная также как Ла Рольдана, была испанским скульптором эпохи барокко. Я пользуюсь переводной экипедией. Она самая ранняя женщина-скульптор, задокументированная в Испании. Родилась в Севиле 5 сентября 1652 года в семье скульпторов. Отец вместе с братьями и сестрами учил ее рисовать, использовать глину для придания формы фигурам и, наконец, лепить или вырезать по дереву. Стала ученицей в мастерской своего отца. Также в мастерской работал Луиза Антонио де Лос Аркас, за которого Рольдан вышла замуж, когда ей было 19. Брак был заключен против воли ее отца. Впоследствии Рольдан работал в Кадисе с 1686 по 1688 год вместе со своим мужем и Шуриным Томасом де Лос Аркасом. Она основала собственную мастерскую для создания религиозных полихромных деревянных скульптур. В 1688 году переехала в Мадрид. Служила Карла Второго, позже Филиппу Пятому в качестве скульптора короля. У Рольдан было семеро детей, двое из которых дожили до взрослого возраста. Из пяти умерших причиной смерти в двух случаях было недоедание. Во время ее работы на Карла Второго Рольдан, ее муж и их дети страдали от голода из-за общей нехватки продовольствия во время экономического кризиса в стране. Она пыталась улучшить свое финансовое положение, обратившись за помощью ко второй жене Карла Второго, к королеве Марии Анне. Королева ответила, отправив деньги, но их оказалось недостаточно. Карл Второй заказал скульптуру под названием «Кающийся», но после смерти Карла она осталась в мастерской художника. Ее муж пытался отправить скульптуру в Рим по рекомендации влиятельных контактов, но она оказалась не по вкусу. Предполагаемого получателя. Работа Рольдан характеризуется как обладающая четко черченными профилями, густыми пряними волос, развивающимися драпировками и мистическими лицами с нежными глазами, нахмуренными бровями, румяными щеками и слегка приоткрытыми губами. Нахмуренные брови, которые иногда встречаются у ее терракотовых ангелов, обычно не встречаются в ее работах из дерева, для которых характерны открытые, равномерно изогнутые брови. В Кадисе ее работа включает статуи Антония Падуанского, Эссе Хома и святых Серванда и Кермаана. Был оплодовитый скульптор, большую часть ее работ составляли религиозные скульптуры для церквей, например, скульптура святых угодников, архангела Михаила и Марии Магдалины. Живя в Мадриде, она также делала небольшие терракотовые работы, популярные в мелкой буржуазии. Ее произведения были широко распространены в Андалусе, а также в Мадриде, Нью-Йорке, Лондоне, Антаре, Лос-Анджелесе и Чикаго. Умерла художница в бедности в Мадриде в 1706 году. Ну вот так вкратце из Википедии о Луиза Игнасия Рольдан, известная также как Ла Рольдана, испанском скульпторе эпохи Баро. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok